Жатва в самом разгаре. Несмотря на то, что этим летом из-за погодных условий уборочная началась на две недели позже, в Малорицком районе удалось догнать прошлогодние показатели. На данном этапе убрано 100% рапса и более 53% зерновых. И всё благодаря кропотливой ежедневной работе простых тружеников села. Представьте, встаем мы в 5 утра, а до дома приходим в 10-11, как каждый день. В Малорицком районе есть уже три экипажа «Тысячника». И в этот день поздравить новых лидеров Жатвы приехали почётные гости во главе с мэром Бреста. Сегодня эти звонкие песни звучат в честь комбайнёров братьев Ивана и Юрия Костючеков. Именно на таких надёжных, скромных тружениках держится всё хозяйство. Ценные подарки и материальное поощрение. Но самое важное – это искренняя благодарность и признательность за тяжёлый, изнурительный физический труд на благо людей. Я перед тем, как сюда традиционно уже приехать, ещё раз проанализировал работу промышленности города Бреста. И сколько из этой промышленности в удельном весе не могло бы работать без сельскохозяйственного сырья, без этих людей, которые работают в поле. Так вот, 60% всей промышленности города Бреста, оно напрямую завязано вот на этих тружениках села. Поэтому то, что мы такую интересную традицию уже второй год стараемся реализовать, я думаю, что это просто наше маленькое-маленькое-маленькое ответное спасибо, которое надо с каждым годом увеличивать. Поэтому спасибо этим замечательным людям, спасибо тем, кто способствует развитию экономики, в том числе экономики нашего города Бреста. Это 100% вклад в жатву именно тех тружеников села, которого мы сегодня наблюдаем. Но не надо забывать и о тех людях, которые готовят комбайны к работе. Это и инженера, это и люди на мехдворах. Обязательно надо вспомнить и про животноводство, потому что животноводство – это основа экономики любого хозяйства. В общем деле немалый вклад и Валерия Бенесюка, который работает водителем с 1984 года. И вот уже 28-й год на самосвалах. Ежегодно он в числе лидеров уборочной 2022-й не стал исключением. Так покойный отец сказал, сынок, работай так, чтобы не было стыдно. Я такой, у меня чуть не слезы все поменяют, я такой человек сентиментальный. Работаю так и все, иначе не мыслю. Сегодня за свой самоотверженный труд Валерий Бенесюк принимает заслуженные поздравления. На моей родной земле, даже в маленькой семье, знают все закон простой, что без хлеба стон пустой. В этом году Валерий Бенесюк стал первым в районе тысячником среди водителей. Перевозил рожь, ячмень и овес. Именно благодаря героям нашего сюжета в этом году показатели прошлого года по уборочной в Малорейском районе планируют перевыполнить.